Наташа, вот если бы сказочные персонажи жили бы в Сочи, о чём бы были наши сказки? Дай-ка подумать. Изжёг Иван-Царевич кожу лягушки. Так. А она его просила. Иванушка, намажь меня кремом от солнца. Ну, например, такая. Или, или вот. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку. Тянут, потянут, тянут, потянут. А вытянут, деда. Сейчас на эту сцену выйдет писатель-юморист. Вот он как раз настоящий сказочник. Махнёт левым крылом, оттуда шутки полетят. Махнёт правым, монологи сыпятся. А он и артистам их раздаст, и себе немножко оставит. Встречайте, Алексей Щеглов! Есть такой анекдот. Женщина повстречала старика Хатабыча. Он говорит, скажи мне, чего ты хочешь, я всё исполню. Женщина стала во всех подробностях рассказывать ему, чего она хочет. Хатабыч слушал, 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 слушал. Потом сказал, ну тебя нафиг, и побрился. Поэтому тема нашего сегодняшнего тренинга, чего хочет женщина. Я вам сейчас всё по полочкам разложу. Первое. Женщина хочет быть красивой. Поэтому она ходит к парикмахеру, к косметологу. Часами сидит перед зеркалом. Чтобы успеть накраситься к Новому году, садится ещё осенью. И женщина ждёт, что мужчина это оценит. Один мужик всё время жаловался. Вот, жена нарастила ногти, и теперь дома ничего не делает. Просишь её, помой посуду. Не могу у меня ногти. Почисть картошку. Не могу у меня ногти. В общем, мужик не выдержал, и ночью состриг жене все ногти. И уже не жалуется как минимум 7 дней. Скоро будет 9 дней и 40 дней. Поэтому, боже вас, упаси, посигнуть на красоту женщины. Или просто пошутить об этом. А то был ещё случай. Муж с женой были на даче. Жена увидела в сарай на потолке паутину. Взяла метлу, встала на бочку и давай паутину смахивать. И тут дно бочки не выдержало. Жена в бочку провалилась и застряла. Муж заходит в сарай, видит. Жена сидит в бочке, в руках метла. Муж говорит, ты куда-то собралась, милая? Мужики, если вы так пошутили, не переживайте. Зубы всегда можно вставить. А сейчас умную вещь скажу. Женщина качественно преобразует всё, что ты ей даёшь. Дашь ей овощи, получишь борщ. Дашь ей любовь, получишь ребёнка. Дашь ей швабру, получишь чистую квартиру. Не дашь ей зарплату, просто получишь. Поэтому следующий пункт. Женщина хочет денег. Они нужны ей, чтобы поддерживать красоту. С другой стороны, если женщине во всём потакать, она сядет вам на шею. Поэтому надо научиться говорить женщине решительное «нет». Один мужик научился. Жена его спрашивает. «Дорогой, ты не против купить мне кольцо с бриллиантом?» Он говорит, нет. Вообще, женщина — это отражение мужчины. Как ты к ней относишься, так и она к тебе. Ты к ней с любовью, и она к тебе с любовью. Ты к ней с лаской, и она к тебе с лаской. Ты к ней с шубой, и она к тебе с пеной для бритья. Поэтому, мужики, запомните, вы сами создаёте свою женщину. И именно поэтому настоящий мужчина отдаст женщине и деньги, и время, и внимание. Всё отдаст, если хочет жить. И вот мы переходим к следующему пункту. Женщина хочет внимания. А внимание состоит из мелочей. Один мужик как-то позвонил на радио, говорит, «Здравствуйте, у нас с женой Люси сегодня годовщина свадьбы. Мы вместе уже 30 лет. Поставьте, пожалуйста, для неё песню «Ну что ж ты страшная такая». Через полчаса ещё один звонок. «Здравствуйте, это Люся. Я тоже поздравляю своего мужа с годовщиной. Поставьте ему песню «Вернись лесной олень». И запомните, мужики, женщина не должна застаиваться. Женщина хочет, чтобы её развлекали, удивляли, делали ей сюрпризы. От этого она становится счастливой. Как-то один мужик провалился в открытый люк и просидел в колодце три дня. Спасатели нашли его, вытащили, вызвали его жену. Жена была безумно счастлива, потому что впервые за 10 лет увидела мужа трезвым. Другой мужик решил сделать жене сюрприз. Купил цветы, шампанское, посыпал полы лепестками роз и ждал жену с работы. И вот ключ провернулся в замке. Мужик разделся догола, взял в руки два бокала с шампанским. Дверь открылась. Мужик закричал «Здравствуй, любимая!». Жена ахнула от неожиданности. Ещё громче ахнула стоящая рядом тёща. Кстати, о тёще. Запомните, мужики, настоящий мужчина никогда не скажет ничего плохого про свою тёщу. По крайней мере, вслух. Жена говорит мужу. Милый, моя мама завтра от нас уезжает. Муж. Как? Почему так быстро? Она же гостила у нас всего-то два года. Значит, не будет больше её пирожков, её грибочков, её советов, нравоучений. Господи, как жалко. Самый лучший день. Я буду очень скучать. Я буду снова ждать её приезда. Мне будет очень её не хватать. Я счастливый, как никто. Чего ещё хочет женщина? Женщина хочет любви. И сейчас ещё одну умную вещь скажу. Любовь – это бензин, на котором работает женщина. И если мужчина не доливает бензин, то женщина будет искать бензин на других заправках. И женщина постоянно ждёт от мужчины подтверждение, что он её любит. Одна женщина говорит мужу, милый, а ты будешь меня любить всю жизнь? Да. И даже если я стану толстой и некрасивой, ты всё равно будешь меня любить? Ну так люблю же. Но любовь имеет свойство проходить, поэтому любовью надо заниматься. Её надо культивировать, всё время подбрасывать дровишки. А то был случай. После 20 лет брака муж и жена решили разнообразить интимную жизнь. Муж включил музыку и устроил жене стриптиз. Медленно под музыку сбросил с себя всю одежду. Жена на автомате собрала одежду и пошла стирать. Другая женщина говорит мужу, милый, как насчёт супружеского долга? Тот говорит, слушай, я сегодня так устал, можно я деньгами отдам? Так на Лексус и накопила. Но самое главное, чего хочет женщина, это чтобы рядом был надёжный мужчина. Чтоб чаще обнимал, целовал, говорил нежные слова, комплименты. Восхищался её умом и красотой, предугадывал все её желания без всяких намёков. Но при этом, чтобы не был занудой, жматом или скупердяем. Чтоб хорошо зарабатывал, умел шутить, занимался спортом. Не пил, не курил, не имел вредных привычек. Был умным, рассудительным, спокойным, здравомыслящим, бесстрашным. И немного застенчивым, настойчивым, но ненавязчивым. В постели страстным, как зверь, но при этом нежным. Чтоб умел писать стихи и чинить краны. Играть на скрипке и класть кирпичи. Рассказывать анекдоты и пребывать в полочку. Наносить мусор и пылесосить. Готовить и стирать. Отдавать заначку и не выпендриваться. И это только первая страница двухтомника. И тогда ты будешь в ее глазах. Мужики, если вы все это услышали от женщины, посмотрите на пол. Поднимите с пола ее губу и закатайте ей обратно. А сейчас еще одну умную вещь скажу. Вообще, что такое мужчина и женщина в современном мире? Помните эпизод из любимого мультфильма, когда Чебурашка говорит, Гена, а давай я понесу чемоданы, а ты понесешь меня. Так вот, Чебурашка – это мужчина. А крокодил Гена – это настоящая женщина. Тащит на себе все и мужика вместе с его чемоданами. Поэтому сделай женщине приятное. Зайди в отдел косметики, купи ей, я не знаю, помаду или румяна, пудру, тоник, крем, бальзам, сыворотку, скраб, тональник, праймер, айлайнер, бьюти-блендер, консилер, бронзер, хайлайтер, люминайзер, color correcting, full coverage cream, хорошее перекрытие для CC-крема с SPF 15, а лучше 25, стойкую перламутровую помаду Super Stay из новой коллекции Urban Decay Liquid Lipstick с гиалуроновой кислотой, тональный кальянс Perfect Skin Glow Foundation с матовым финишем и легкой текстурой. Я могу 40 минут перечислять. Меня жена заставила все выучить. А сейчас, мужики, самую умную вещь скажу. Даже не пытайтесь понять, чего хочет женщина. Не жалуйтесь на нее, не нойте, не ворчите. Просто любите женщину, как Ромео любил Джульетту, как Руслан любил Людмилу, как Герасим любил Муму. А, нет, так не надо. Удивляйте женщину, говорите ей комплименты, восхищайтесь ею, дарите ей подарки. А главное, любите женщину такой, какая она есть. И вы не пожалеете. Алексей Щеглов. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ